Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Осеннюю ярмарку декоративных растений устраивает ботанический сад Девооран. Поклонники цветоводства могут приобрести в свою коллекцию разнообразные сорта лилейников, пионов, японских ирисов, декоративные кустарники и деревья, нарциссы, тюльпаны и многое другое. Ярмарка пройдет по адресу улица Маковского, 142. Начало в 10.00, вход бесплатный. Научиться исполнять рок-н-ролл у лучших танцоров мира приглашают на спортивную набережную. Массовый урок рок-н-ролла на любимой площадке горожан состоится в 17.00. Преподавателями выступит сильнейшая пара планеты по акробатическому рок-н-роллу Иван Юдин и Ольга Сбитнева, вход свободный. А в Мариинском театре премьера опера «Царская невеста». В спектакль по одноименной драме Льва Мэя положен исторический эпизод «Третьей женитьбы царя Ивана Грозного». «Царская невеста» — первая самостоятельная опера приморской сцены Мариинского театра, без участия постановщиков из Санкт-Петербурга. В опере бушуют живые человеческие страсти, она полна драматизма и сильных эмоций. Начало в 19.00, стоимость билетов от 200 до 4,5 тысяч рублей. Приморский музей имени Арсеньева представляет выставку из коллекции музеев Московского Кремля. 84 уникальных экспоната расскажут об основных этапах многовековой истории Российской империи, полной драматических событий, династических хитросплетений, географических открытий. Музей работает с 10 до 19 часов. Стоимость билетов от 100 до 200 рублей. Выставка трех известных художников России Вадима Иванкина, Андрея Машанова, Сергея Черкасова проходит в залах Приморского отделения Союза художников России. Выставка дает возможность увидеть в первую очередь искусство графики. Вадим Иванкин занимается исследовательской работой в этом направлении. Андрей Машанов курирует творческую удачу «Челюскинская». Сергей Черкасов популяризирует графику в издательской серии «Календарей». Вход свободный. Главную культурную площадку 4-го Восточного экономического форума «Улицу Дальнего Востока» откроют для всех горожан. На набережной ДВФУ можно будет познакомиться с 9 субъектами Российской Федерации. Здесь представлены культура и обычаи, природные особенности, инвестиционные проекты, направления развития регионов. Но самое главное, здесь можно почувствовать любовь людей к земле, на которой они живут. Вход свободный. Приморский краевой центр народной культуры приглашает на выставку «Собака – это сердце, бьющееся возле нас». Нетрудно догадаться, что она посвящена собакам разных пород, разных лет и эпох. Зрители смогут увидеть экспонаты из частной коллекции, статуэтки, гравюры, украшения и другие предметы из Западной Европы 19-20 веков, а также раритетные вещи времен Советского Союза. Выставка работает с 10 до 18 часов. Вход свободный. Фестиваль «Созвездие Дальнего Востока» состоится на спортивной набережной. В программе выступление эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии под управлением дирижера Дмитрия Бутенко. В финале концерта выступят творческие коллективы Якутии и Магаданской области. Начало в 19.00. Вход свободный. Семейный праздник «День доброго мороженого» состоится на центральной площади города. Организаторы обещают, что будет интересно, и подготовили творческие номера, ребусы, раздачу холодного лакомства. Параллельно на площади развернется ярмарка сувениров ручной работы. Выступят творческие коллективы города и края, среди которых будут и инклюзивные номера. Акция благотворительная. Все собранные средства пойдут на помощь детям с онкогематологическими заболеваниями. Начало в 13.00. Вход свободный. На этом у меня все. До встречи на культурных площадках города. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...